Привет, маленькие друзья, а также их родители! В нашей передаче самые любознательные мальчишки и девчонки отвечают на вопросы, которые интересны даже взрослым. Что из этого вышло? Смотрите прямо сейчас. Давайте узнавать правильные ответы и учиться вместе! Зачем паук плетет паутину? Чтобы другие насекомые, они это, ну, они, ну, чтобы паук добывал пищу, они там врезаются в эту паутину, и они никак не могут выбраться, потому что она липкая. Чтобы ловить мух, комаров и остальных насекомых, которых он любит. Чтобы в нем обед был у них. Чтобы ловить бабочек. Чтобы он вот всегда вот там вот себе отстроил из этого домика себе. Для домика сделать. И ловить мух. Насекомых на пищу. Чтобы им можно было питаться едой. Чтобы ловить насекомых. Чтобы ловить мушек и комаров. Если паука не видно, то они влипают в паутину прям. А если видно паука, то они знают, что лучше не лететь в то место. Потому что, когда кто-то летит, и потом, потом он попадает в паутину, потому что он не замечает ее. Он делает паутину, чтобы искать свою добычу. Летит муха и попадает в паутину. Чтобы домик у них был. Он ловит их паутины. Чтобы ему разминать руки. Агеги видят паутину. Агеги летят вперед. Агеги припад к паутине. Она, ну, муха летит в нее, а потом не может выпутаться. Она очень липкая. И они запутываются в этой паутинке. Он их ест. Пауки сплетают паутину. И потом для домика, чтобы он там жил, спал. Потому что они вот страшненькие чуть-чуть. Как будто я трогаю обычную нитку, но это было очень неприятно. Мне так кажется, что он муху ловит. А потом паук их ест. Знаешь, что они плетут паучины из попки. Сплетают паутину в серединку, залазают и живет. Ну, там был паук, у него там была паучина у меня дома. Там немного больших. Может, таких средних. Главная отличительная особенность пауков – способность производить паутинный шелк, непревзойденное по прочности натуральное волокно. Паутину эти древнейшие обитатели нашей планеты используют для разных целей. Делают из нее коконы для яиц, строят убежище для зимовки, используют в качестве страховочного каната, при прыжках плетут замысловатые ловчие сети и заворачивают пойманную добычу. Готовая к спариванию самка производит паутинную нить, помеченную феромонами, благодаря чему самец, двигаясь вдоль нити, легко находит партнершу. Молодые пауки некоторых видов улетают из родительского гнезда на длинных нитях, подхваченных ветром. Пауки могут производить до семи типов паутинных нитей, которые различаются по составу и свойствам, и выделяются разными паутинными железами. Несущие нити паутины самые крепкие, а вот нити ловчьей спирали самые липкие, потому что на них наибольшая концентрация клейких капелек. Поэтому, например, к идущему по лесу человеку цепляются нити именно ловчьей спирали, туда же попадаются и насекомые. Узнав об улове, паук сразу же бежит к жертве, кусает ее, и затем обездвиженную опутывает своей паутиной и впрыскивает в нее пищеварительные ферменты, которые расщепляют ее внутренности и превращают их в густой бульон. А чтобы вовремя заметить добычу, сети многих видов пауков имеют специальные сигнальные нити, которые ведут непосредственно к пауку. По их вибрации паук и определяет, что добыча попалась. Викторина? Миллион вопросов. Почему животные не улыбаются? Потому что они звери, а не человек. Ну, я видела иногда, только два раза видела, как они улыбались, но это было почти, что они улыбались. Потому что тигры дикие, кошки бывают недовольные. Потому что им не весело. Потому что это животное. Потому что они звери. Потому что если им люди ничего не делают, и если что-то им понравится, тогда они так немного. Они не люх, но им не нравится, когда их берут на ручки. Я видела, как улыбаются собаки. Потому что они могут. Ну, я не видела, как они улыбаются. Я видела только, как кошечка умывалась, наша Фелиска. Потому что холодно. И мне удобно. Они же веселятся, и они животные. Так они видела никогда, как они улыбаются. Потому что я видела, что хозяин на улице, это, ну, собачий корм там подсыпал. И она вот так немного улыбалась. Ну, их ругают иногда. Попугай улыбается, когда танцует. Я видела, как попугаи танцевали. Я, кстати, тогда еще боялась. Вот Рекс все время меня нюхал, нюхал и улыбался все время. Ну, заходили, а там это, кошкам у нас. Ну, когда они радуются, это когда они, ну, их гладят, подбородки чесут. Потому что им неудобно. А собаки, они там улыбались, когда они на двух лапках тоже танцевали. Я видел по его морде. У него были веселые глаза. Все разбивается и везде шкотничает. Когда улыбалась одна собачка и смотрела все любопытное. Она была вот такой, стала вот такой. На самом деле животные улыбаются и даже смеются. За эталон сравнения возьмем человеческий улыбку и смех. В биологии одинаковыми терминами принято называть гомологичные структуры. Например, органы, которые уже имелись у общих предков сравниваемых видов. Скажем, гомологичны друг другу крыло птицы и рука человека. Очевидно, что кроме органов и генов могут быть гомологичными и многие формы поведения. Они ведь тоже наследуются. С помощью разных методов установлено, что орангутаны, шимпанзе и гориллы точно и улыбаются и смеются. Вероятно, улыбаются и смеются собаки. Что совсем уж неожиданно, почти наверняка смеются крысы. Ученые долго отказывались верить. Но сейчас это общепризнанный факт. Смех крыс просто так услышать нельзя. Они смеются слишком тоненько и сдают ультразвуки частотой 50 кГц. Обычно смеются крысята во время игры или когда приглашают друг друга поиграть. Сейчас со смеющимися крысами охотнее общаются и играют их сородичи. Улыбки и смех характерны для социальных животных, которые при драках могут нанести друг другу серьезные травмы. Как правило, улыбки тормозят агрессию, служат средством умиротворения. В играх с шуточным нападением смех сигнализируют. Это игра. Нападающий не будет кусаться по-настоящему. Рубрика «Четвертый лишний». Какое из четырех слов «лишнее»? Почему? Флейта, скрипка, дудочка, труба. Труба лишняя. Скрипка. Скрипка лишняя. Труба. Труба лишняя. Дудочка. Лишняя, по-моему, труба. Труба лишняя. Труба. Флейта. Скрипка. Потому что вот там нет трубы. Потому что все другие инструменты, они похожи на трубу. Она отличается от трубы, флейты и дудочки. Потому что это не маленький инструмент. Потому что она сильно громко дудит. Потому что она осистиет. Сам не знаю. Потому что труба не музыкальный инструмент. Потому что она другая немножко. И это не пианино. И потому что, ну, обычная дудочка. Ну, такая маленькая. Вот. А большая дудка тоже такая большая. Флейта, наверное, маленькая. А скрипка, она не похожа на трубу. Потому что скрипит сильно. Она почти как гитара. Вот так. Трубу. Все, как паровоз. Авторные музыкальные инструменты, они хорошо звучат. Они не пищат, они щищат. Она такая. Труба – это такая огромная дудка. Потому что она выглядит, как гитара. Только есть специальная палочка, которые с ней играют. И она очень тихо играет. Просто флейта, дудочка и труба. У них нет нот. Потому что я очень люблю щищать. Редакция программы выражает особую благодарность руководству детского сада номер 26 и его директору Ольге Владимировне Крамар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова